Сергей Николаевич, как с любовью принять то, что натворила сама в прошлом? Оказалось, это трудно. Обидчиков простить легче. Тут всё понятно. А себя? Как с любовью отнестись к своим плохим поступкам? Сергей Николаевич, низкий вам поклон за ваш труд. Дело в том, что нас религия то, чему учила? Любить других, жертвовать ради других. Отдавать всего себя другим. А насчет любить себя этого не было. Подразумевало, что человек и так себя любит. Оказывается, нет. Нужно учить и любить себе. Поэтому мы можем ещё простить других, но часто себя простить не можем. А непрощение к себе – это даже хуже, чем непрощение к другим. Потому что мы-то для себя открыты. И внутренним самовинением мы можем очень быстро заработать тяжелейшую болезнь и смерть в конечном счёте. Поэтому нужно уметь себя любить. Первое. Второе. Если мы что-то сделали не такое, непотребное, то мы должны измениться. Почему, говорят, по голову меч не сечёт? Если я изменяю отношение к этому, если я уже так не буду поступать, то я уже другой человек. Это уже не моё. Это сделал тот, кем раньше я был. А я сейчас уже другой. Вот чём смысл покаяния. Вот почему снимаются грехи при покаянии, если человек это искренне говорит. Сейчас это превращено просто в ритуал, в форму. А по сути, покаяние, раскаяние – это шаг к изменению своего характера. Вот это желательно понять. Многие воспринимают мою информацию чисто с религиозной точки зрения. А, вам про Бога говорит, всё понятно. Значит, мы молимся, просим прощения, Господи, сними с меня все грехи, болезни, всё, что я натворил, явно-неявно, что я помню, а то, что я не помню, тоже сними с меня. Это профанация. Она может дать эффект, кстати. Но рано или поздно это обернётся проблемой. Мы должны сами зарабатывать. Мы должны сами устремляться. Мы должны развиваться. А развитие – это процесс мучительный. А развитие идёт через любовь. Любовь держать в любом случае и воспитывать все божественные качества. Сострадание, милосердие, смелость, независимость, целеустремлённость, искренность, миролюбие. Заботу и понимание к другим. Вот все эти качества – собственно, достоинство. Любить себя и защищать себя. Вот когда мы готовы меняться и развиваться, то тогда мы уходим от любых наших промахов. Мы становимся другими. И тогда нет смысла себя обвинять. Это первое. Есть ещё один момент. Вот смотрите. Насчёт халявы. И так всем уже ясно, что обиды убивают наше здоровье и нашу судьбу. Поэтому, если мы не можем прощать, то у нас будут проблемы. Я это чутко увидел, я это писал, потом появилась куча книг, которые говорят о прощении и прочее. Но они, беря у меня информацию, берут поверхность, а не по сути. А вот теперь важнейший вопрос. Я сумел простить, я не обижаюсь. Но я же не изменился. Я обратился к Богу, я всех простил. Душа очистилась. Я должен быть счастливым. А что я сделал для этого, кроме того, чтобы к Богу обратился? Ничего. Недавно моя знакомая задала мне вопрос. Мы переписываемся по WhatsApp. Она говорит, скажите, меня только одно волнует, сохранила я любовь или нет? Я говорю, что случилось? Вернее, пишу. Она говорит, понимаете, в чём дело? Бухгалтер обманула. Ну, как обычно бывает, что-то там не учтёнка, одно, другое. И она говорит, я стараюсь её простить и сохранить любовь. И вот не знаю, сумела ли до конца сохранить любовь. И как мне не обижаться дальше? Я говорю, вы задали правильный вопрос. Прощать мы, допустим, научились. Обиды снимать научились. Вопрос. А как мне обижаться? И я объясняю. Когда появляются обиды? Обиды появляются тогда, когда вы работаете на третьем уровне. Когда уже всё произошло. Материальный уровень. Когда уже обманули и прочее, вы стараетесь обиду простить, а у вас не получается. Так вот, для того, чтобы простить человека, первое, нужно понять, что что-то вы здесь не дать, какие-то недосчёты у вас есть, что это происходит всё равно по высшей воле в конечном счёте. Поэтому внутри претензий быть не может. Очень важный момент. Чем больше у вас претензий к людям, тем меньше вы можете развиваться. Чем больше вы берёте на себя ответственность за произошедшее, тем более сильный толчок к развитию. Только нужно не обвинять себя, а говорить, во всём проблема моих вот этих всех неудач, это моё несовершенство. Тогда вопрос. А как увеличивается, развивается совершенство? Очень просто. Третий уровень. Это реакция тогда, когда уже бухгалтер скрылся с деньгами, обманул и прочее. Здесь с обидами очень тяжело бороться. А можно работать по второму уровню. То есть не ждать, когда уже беда случилась, а мониторить заранее и реагировать, когда только начинаются проблемы. То есть на проблемы нужно реагировать не тогда, когда она произошла, а когда она только-только начинает происходить. Каким образом? У этой дамы бухгалтер работал вместе с ней, а потом муж уехал в Москву, и она поехала за мужем. И стала дистанционно уже делать всю свою работу. Значит, если человек уезжает, если он ведет дистанционно, возможности каких-то нарушений, обманов увеличиваются. На это нужно реагировать автоматически. Есть принцип простой. Доверяй, но проверяй. Деньги любят счет. Когда мы понимаем, что на любую неприятность, когда на самом зародыши нужно реагировать и не ждать, пока это произойдет, то мы тогда проверим ситуацию с бухгалтером, исключим возможности каких-то, скажем так, вольных или невольных обманов, и мы уже контролируем ситуацию. И уж если нас кто-то обманул, то это мы не сумели правильно выстроить производственные отношения, систему контроля, учета и прочее. Это второй уровень. Но есть еще первый уровень. Он заключается в том, что не надо ждать, когда появится ситуация. Нужно реагировать на возможные ситуации. То есть вы заранее просчитываете, где вы можете потерять деньги, через кого, через какие нарушения. И вы создаете такую атмосферу, когда украсть будет невозможно или невыгодно. То есть проблема еще не появилась, но вы ее уже заранее просчитали. Вот когда вы будете реагировать на проблемы, которые еще не появились, вы не будете обижаться. Обижаться не на кого. Вы просто будете работать на высоком уровне, заранее решая все проблемы. Но для того, чтобы работать на этом уровне, вам нужно это делать непрерывно. Вы должны стремиться к развитию постоянной, каждому ежедневному, так сказать, изменению взгляда на ситуацию. То есть это требует определенных усилий с вашей стороны. Если человек ленится, он будет работать только на третьем уровне. Если человек готов постоянно совершенствоваться, развиваться, он перейдет на первый уровень. То есть кроме прощения к Богу, извините меня, нужно развиваться самому. Нужно переходить от уровня зависимости от ситуации на уровень, когда вы ситуацию регулируете до того, как она начала формироваться. Но есть еще один уровень, который стоит над первым. Это ваше внутреннее состояние, которым вы воспитываете свой коллектив. Если в вашем коллективе атмосфера единства собирается, скажем, на праздники коллектив, если люди искренне, если они чувствуют, что они в одной команде, если они уважают начальника, то это уже та атмосфера, которая исключает возможные будущие проблемы. Поэтому воспитание, обязательно это должно быть классическим, проще. Мы все в любом случае воспитываем друг друга. Так вот, воспитание сотрудников и самовоспитание – это тот высший уровень, который и дает потом решение всех остальных вопросов. Если вы готовы, то для вас любая проблема – это будет как игра, в которой вы должны проявить свои возможности по решению, скажем, этой задачи. А если вы ленитесь и только реагируете, когда уже все рухнуло, вы будете обижаться, потом прощать, потом опять будете обижаться, и это будет замкнутый круг. Поэтому хотите быть добродушными, хотите ни на кого не обижаться, уходите наверх. Становитесь срывостремленными, энергичными, деятельными, проницательными. И вместо обид, то у вас будет ощущение счастья от возможности решать вопросы, скажем, когда их еще нет. А прочитать любые проблемы достаточно просто. Не так-то и много проблем у руководителя предприятия. И у любого человека, по большому счету. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова